всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодня будет видео о этом макияже который вы можете сейчас видеть на мне и это будет не просто видео с макияжем это будет видео с новинками косметики я покажу те средства которые либо мало мелькали на моем канале либо вообще я них еще не рассказывала кое-что будет уже протестированное мною и некоторые средства вообще буду использовать впервые непосредственно в этом видео так что это будет первое впечатление оставайтесь со мной и давайте скорее начинать свой макияж я начинаю с нанесения базы сегодня я буду использовать эрбариан glow cream я уже рассказывала о этой базе и мне очень нравится ее легкая текстура она немножечко подсвечивает кожу чуть-чуть делает ее более гладкой более увлажненной качестве тональной основы меня сегодня будет новый тональный крем от estee lauder который называется double wear nude мне очень нравится упаковка этого тонального крема красивая стеклянная бутылочка единственный минус в том что здесь нет помпы как таковой но помпу можно приобрести отдельно и это с одной стороны удобно если вы хотите помпу но с другой стороны вот эта красивая золотая крышечка потом убирается здесь будет просто помпа мне не нравится как выглядит эта упаковка с попой плюс мне не очень нравится что я должна покупать помпу отдельно но это вполне логично если вы в дальнейшем собираетесь приобретать снова это тональное средство вы будете уже покупать просто упаковку самого тона и не переплачивать за помпу обычно я просто переворачиваю несколько раз тональную основу вот так на пальчик и наношу на кожу а затем уже распределяю при помощи кисти у этого тонального крема очень легкая текстура он действительно невесомый и это пожалуй самое легкое средство из серии тональных основ от estee lauder double wear у меня еще есть их предыдущая версия который называется который называется double wear light вот такая она намного более плотная чем вот этот тональный крем степень покрытия у этого тонального крема не максимальная у меня как раз есть сейчас некоторые несовершенства на лице я надеюсь что на камере будет видно что тональная основа выровняла общий тон лица но не перекрыла какие-то несовершенства но нам нужно к сожалению выбирать либо мы хотим плотное покрытие и тогда тональная основа будет более заметной либо мы хотим совсем легкий вариант такого тончайшего покрытия на каждый день при желании я немножечко могу добавить этой тональной основы туда где есть необходимость кстати этот тональный крем можно спокойно наносить пальчиками если очень хочется и вы например не любите кисти бьюти-блендером я не пробовала потому что мне кажется что и так легкое покрытие если я еще и бьюти-блендер возьму то будет ну абсолютно невесомая и совсем незаметный эффект далее буду пробовать новинку причем не только для вас но и для меня это консилер от туфейс больше свой у меня в оттенке лайт красивая упаковка очень приятно так держится в руке открываем я очень надеюсь что мне подойдет оттенок стандартный аппликатор по-моему оттенок немножко желтоват сейчас будем пробовать и на несовершенство и на была зона вокруг глаз буду распределять сейчас при помощи пальчика мне оттенок кажется желтоватым немного но по-моему он неплохо втушевывается в кожу текстура у консилера очень приятная он достаточно легкий именно в нанесении нет ощущения что вы распределяете какую-то такую похожую на пластилин массу по первому впечатлению мне очень даже нравится он легко распределяется по зоне вокруг глаз также я его впечатываю именно в те места где у меня есть несовершенство какие-то остатки от прыщиков по-моему неплохо смотрится нет ощущения плотного слоя консилера это очень важно для зоны вокруг глаз потому что хочется чтобы консилер можно было использовать и в разных местах он был универсальным в качестве пудры сегодня у меня будет выступать пудра от лапре и возьму большую кисточку я немножечко высыпаю пудров в крышечку и набираю на кисть и затем уже буду фиксировать полноценно весь макияж я уже говорила что у этой пудры хорошая легкая текстура что она хорошо закрепляет макияж также на чуть-чуть подсвечивает кожу но это не тот эффект который нам дают метеориты скорее просто легкое естественное сияние в качестве скульптора я сегодня буду использовать нарс двушечку в оттенке талия это именно скульптурирующая дуо здесь вроде бы светлый и темный оттенок но для меня этот светлый не будет хайлайтером именно высветляющим оттенком можно использовать либо вот этот темный оттенок он подходит для светлой кожи либо можно между собой смешивать эти оттенки уже добиваться необходимого я люблю наносить это средство плоской кистью у меня это от зоева кисточка 109 я набираю аккуратненько этот продукт и потом четко намечаю где я хочу нарисовать себе скулы и аккуратненько растушевываю при помощи этого средства можно действительно сделать очень точеные скулы можно также сделать очень аристократический ровненький тоненький носик средство пигментированное но средство хорошо тушуется хорошо распределяется в принципе не ставит пятен мне она очень нравится я люблю продукцию нарс и это именно из сухих пудровых продуктов это второе средство которое у меня есть если вы в поиске хорошего скульптора то я могу смело посоветовать именно нарс в оттенке талия говорят что все остальные оттенки менее подходящие для славянской внешности для светлой нашей кожи так что не могу за остальные ручаться потому что я не пробовала это же магазине не тестировала ни разу никакие другие оттенки но вот этот очень хороший дальше переходим к бровям здесь ничего нового двушечка теней от анастасия беверли хиллс все как всегда и закреплю это все туши для бровей от мэйбелин броу драма в оттенке медиум браун переходим к макияжу глаз буду сегодня пробовать новую базу под тени от нарс я очень много положительных отзывов слышала о ней у нее красивая упаковка такая тоже прорезиненная как и многие средства от нарс обычный аппликатор и легкая белая текстура сейчас посмотрим то обычная силиконистая база по ощущениям только наверное чуть более густая чем от лорок чем даже от смешбокс она абсолютно прозрачная и есть ощущение да что чуть чуть более плотно но распределяется хорошо переходим к макияжу и сегодня макияж я буду делать с палеткой от urban decay naked hit я уже показывал ее в одном влоге делала с нее макияж но не рассказывал ничего подробно и очень красивое оформление красивая и популярная раскладка в рыже коричнево красных оттенках и сегодня я даже не знаю пока еще что именно мы сделаем либо нюд либо наоборот что-то более яркая но попробую нанести ее с вами и прокомментировать весь этот процесс как мне нравится качество тени или нет начну я с второго оттенка и нанесу полностью на все века этот оттенок чуть чуть темнее чем оттенок моей кожи но в целом неплохо закрепляет базу и уже теперь первый оттенок я нанесу под бровь он чуть чуть посветлее немного более сатиновый это не слишком сильный хайлайтер но он дает красивое такое свечение пусть будет под бровью такой именно оттенок и к тому же он немножечко если его опустить ниже он немножечко облегчит нам растушевку теней потому что по сатиновым оттенкам легче тушевать здесь все оттенки теплые для затемнения складки я обычно отдаю предпочтение более нейтральным и наверное я выберу третий оттенок по счету и буду наносить его на внешний уголок и немножечко в складку этот же оттенок я буду использовать по нижнему веку задавая форму я все тем же оттенком третьим из палетки теперь затемняю складку и еще больше внешний уголок и все это хорошенько растушевываю более маленькой кистью буду наносить вот этот оттенок по нижнему веку и во внешний уголок а как кстати вам мода на красно-коричневые тени не устали ли вы от такой гаммы и вообще идет ли она вам нравится потому что в принципе светлой коже не так сильно хорошо подходит столь рыжие оттенки мне кажется на более смуглых девушках они смотрятся лучше и этот же оттенок я немножечко завожу в складку в итоге у нас получается постепенное углубление складки и внешнего уголка на самом деле ничего сложного в моих макияжах нет приблизительно по одной схеме я всегда действую просто использую разные оттенки и иногда добавляю стрелочку иногда нет далее буду наносить вот этот оттенок наносить я его буду пальчиком не буду экспериментировать с кистями буду наносить на подвижное веко конечно оттенок очень красивый если вам идут такие оттенки если вы любите подобную гамму то мне кажется что палетка просто идеальна если вы конечно не ходите так на каждый день то может быть подобный оттенок какой-то один было бы интересно приобрести и экспериментировать в макияжах но если это ваша гамма ваш цвет и вы уверенно чувствуете себя именно с таким макияжем то мне кажется это отличный вариант и теперь при помощи маленькой кисти вот этого оттенка буду затемнять внешний уголок и нижнее веко тени кстати не осыпаются они не пылят все очень хорошее в плане качества никаких нареканий также вы в комплекте получаете двустороннюю кисть в принципе с ее помощью можно краситься она синтетическая я очень редко конечно использую кисти именно от Urban Decay в самом макияже но иногда случается так что это не самая худшая кисть и мне очень нравится зеркало потому что можно спокойно краситься держа палетку в руках это очень удобно и на внутренний уголок я буду носить самый светлый первый оттенок кстати этот оттенок мне очень нравится он такой нежный деликатный минус макияжа на камеру в том что если она вдруг выключится то некоторых кусочков может не оказаться я уже нарисовала стрелочки при помощи лайнера от Physicians Formula она у меня в коричневом оттенке очень красиво смотрится очень люблю этот лайнер с ним легко работать и он не засыхает я им пользуюсь уже давно что касается макияжа глаз то осталось накрасить ресницы сегодня будет еще одна новинка это тушь Better Than Sex от Too Faced я еще ее не пробовала так что давайте вместе с вами откроем у нее вот такая огромная щеточка и сейчас проверим как работает эта тушь и действительно ли она так хороша как о ней отзываются большая щеточка я давно подобного рода щеточками не пользовалась но в целом я люблю именно большие щетки к ним просто нужно приноровиться вот так выглядит тушь в один слой на мой взгляд это красиво это не слишком большой объем реснички очень живые и натуральные и попробую наслоить и мне очень нравится эффект пышные красивые ресницы они разделенные они не склеены по первому впечатлению я очень довольна не стану добавлять хайлайтер но добавлю румяна от The Balm в оттенке Hot Mama они уже идут с сиянием очень красивый оттенок он тоже тепленький и чуть-чуть добавлю их совсем губы оставлю достаточно нейтральными буду использовать всем известный карандаш макияж от Max Up Culture вот такой макияж у меня сегодня получился если резюмировать полностью все что сегодня я наносила на свое лицо то тональная основа от Estee Lauder мне очень нравится легкий тональный крем приятно ощущающийся на лице не скрывающий все но зато лежащий очень натурально мне нравится это средство консилер от Too Faced еще требует продолжительного тестирования но по первому впечатлению мне он понравился и у него приятная текстура и неплохая кроющая способность скультурирующая дуо от Nars в оттенке талия это очень хороший продукт который действительно заслуживает внимания не зря его любят и он если я не ошибаюсь считается чуть ли не бестселлером этой марки с этим средством получаются красивые сколы и в принципе с этим средством достаточно легко работать база под тени от Nars как обладательница жирных век я не могу сказать по одному лишь нанесению свое мнение но пока именно сам процесс нанесения и дальнейший процесс растушевки теней мне на ней понравился даже уже в каких-то более поздних видео я обязательно о ней расскажу как она держит именно на жирных веках тени палетка Urban Decay Naked Heat это отличный вариант в модной гамме красивые 12 оттенков приятная текстура легкая растушевка мне нравится и подборка оттенков и качество самих этих теней так что я считаю эту палетку теней очень качественной и хорошей среди семейства палеток Naked тушь от Too Faced первое впечатление вау мне понравился эффект мне понравилась кисточка мне понравилось как выглядят мои ресницы так что однозначно это действительно продукт который заслуживает внимания румяна от The Balm Hot Mama очень высокого качества оттенок несмотря на то что выглядит не совсем универсальным и подходящим белоснежком он очень хороший и действительно красивый и мне кажется его легко интегрировать в любой макияж я очень надеюсь что вам понравился такой формат видео если так то поддержите видео пальчиком вверх я постараюсь снимать больше макияжей и показывать новинки косметики именно в действии так что буду ждать от вас обратной связи спасибо что были сегодня со мной ссылки и название всех средств которые я сегодня использовала будут под видео так что заглядывайте в инфобокс не забывайте подписываться на мой инстаграм подписываться на мой канал и до встречи в новых видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok